Здравствуйте! Сегодня пятница, самый музыкальный день в календаре ЕТВ. В ближайший час будем петь, танцевать, разговаривать и спорить. На этот раз о новом жанре. В Екатеринбурге придумали инновационный жанр на стыке компьютерных технологий и театра. Придумал Сережа Пантыкин, сын известного композитора дедушки уральского рока Саныча Пантыкина. И вот стал отцом первого в России интернет-мюзикла. Собственно, об этом жанре будем сегодня разговаривать. Чем он отличается от обычного мюзикла? Как, по каким законам должен он жить, бытовать в интернете? Как заработать те самые 10 миллионов просмотров? Я думаю, цель не меньше вот такая. Обо всем об этом будем разговаривать. Подключайтесь к нашему разговору. Комментарии на сайте к вашим услугам. Звоните нам в скайп ЕТВ, нижнее подчеркивание ТВ. Звоните по телефону прямого эфира. У нас в гостях. Давайте знакомиться. Сережа Пантыкин, уже названный режиссер-композитор. Добрый вечер. Здравствуйте. Николай Портнягин, оператор-постановщик интернет-мюзиклов уже второго интернет-мюзикла. Здравствуйте. Денис Сергеев, специалист в области интернет-маркетинга, директор обучающего проекта, который, собственно, и призван научить людей работать с интернет-контентом. Здравствуйте. Здравствуйте. И Валентин Смирнов, актер ТЮЗа, участник интернет-мюзикла. Здравствуйте. Здравствуйте. Кристина Пантыкина, хореограф-постановщик, ставит танцы на интернет-мюзиклах, на этих проектах. Здравствуйте, Кристина. Никита Туров, актер Свердловской мускомедии, участник интернет-мюзикла «Пассажиры». Никита. И Дарья Большакова, актриса ТЮЗа, также участница интернет-мюзикла. Даша, привет. Сережа, первый вопрос к тебе, как, собственно, к зачинателю. Давай сразу про роль папы в истории. Первый мюзикл продюсировал «Тутти Рекордс» в… Не совсем верно. Не совсем так, да. Конечно, нет. Там было четыре продюсера у этого проекта. И не совсем «Тутти Рекордс», а продюсер был Александр Пантыкин, мой отец. Второй продюсер был Николай Портнягин, который сегодня у нас в студии. Третий был Андрей Суворов от видеопродакшена «Арт-дивижн». И четвертым продюсером был я, Сергей Пантыкин. Вот, собственно говоря, вот так у нас четыре продюсера у первого проекта. Четыре продюсера у первого проекта. Папа поверил безоговорочно? Какие, не знаю, ставки он делает на этот проект? Ну, вы знаете, я думаю, что… Дело в том, что вообще этот проект, я думаю, отцу понравился, потому что отец любит что-то новое, любит что-то открывать, любит что-то, так скажем, экспериментировать и находить то, чего еще, возможно, даже и не было. Поэтому он очень хорошо отнесся к этому проекту, вот, и всячески, и как продюсер, и в том числе как творческий консультант помогал нам в проекте. Сережа, я знаю, что ты сегодня всю ночь не спал, монтировал видеоклип с бэкстейджа второго уже интернет-мюзикла «Пассажиры». Вот сейчас хочется предложить нашим зрителям с пылу, с жару этот видеоролик небольшой посмотреть. Эксклюзив вашему вниманию, сразу после продолжим наш разговор. Субтитры сделал DimaTorzok Как проходил кастинг? Кастинг проходил следующим образом. Мы открыли официальную группу ВКонтакте и написали «Кастинг интернет-мюзикл «Пассажиры». Ну, в общем, как бы все правильно. Я сегодня хочу предложить небольшой эксперимент, наверняка полезный вам, провести в прямом эфире. У нас есть замечательный специалист, консультантом, сегодня он будет у нас, Денис. И вот первый вопрос. Правильно ребята с самого начала подошли к этому проекту? Кастинг, поскольку речь идет об интернет-мюзикле, кастинг появляется в интернете, в социальных сетях. Ну, мне кажется, абсолютно правильно. Это начать работать с интернета, продолжить работать в интернете и все коммуникации строить вокруг интернета. Это логично. Приходил народ, кого-то отсеивали? По каким критериям, по каким параметрам для интернет-мюзикла важно что? Ну, естественно, когда ты объявляешь кастинг, ты пишешь требования, которые должны быть у приходящих артистов. Поэтому мы набирали в две актерские группы, ТПГ, танцевально-певческая группа, и актер массовых сцен. И написали, что для того, чтобы попасть в первую группу, необходимо пластическое образование, то есть или хореографическое прошлое и так далее. Чтобы попасть в актер массовки, как известно, иногда ничего не надо, кроме желания. Вот таким образом мы набирали... У нас сотрудник редакции поучаствовал в массовых сценах. Да. И, кстати, я заметил, что у него очень большой актерский талант. Расскажите, товарищи артисты, расскажите, когда ты принимаешь участие в обычной театральной постановке, там понятно зачем. Ну, во-первых, ты реакцию зрителя видишь тут же после, вот случилась премьера, и вот он зрительный зал, вот они овации, вот они аплодисменты поклоннику возле гримерки. Как здесь? Ну, вот как вообще понять, насколько удачно все получилось, насколько вот сработало, выстрелило? На самом деле мы об этом не думали, когда мы работали над первым интернет-мьюзиклом, первым в России, между прочим, нам выпала большая честь. Вы думали о том, что это первый в России интернет-мьюзиклом? Конечно, да, что мы пионеры этого жанра, так сказать, да, и первопроходцы. Ну, действительно, я, ну, как мне показалось, вот, это не было задачей угодить публике, потому что это был, по большому счету, чистой воды эксперимент. Это кино из воздуха, грубо говоря, при отсутствии полного какого-либо бюджета. Это также первый опыт режиссуры кино Сергея, да, я не ошибаюсь? Нет. Это же твой первый фильм? Да. Это фильм, но это фильм, при всем при этом это фильм. Поэтому мы как-то об этом не думали, мы работали, мы сочиняли, мы получали удовольствие от процесса. Мы не думали о результате и об оценках публики. Лично я. А как вот звезд настоящих, как Маше Виненкову удалось заманить на пассажиров, золотую маску за интернет-мьюзикл, ну, вряд ли дадут, может быть, какую-то интернет-премию? Золотую каску дадим. Золотую каску дадим? Конечно. На самом деле, вот здесь же и возникает этот, казалось бы, такой вот, что ли, парадокс, что пустая поляна, никто не занимается в нашем городе мюзиклами. А любые артисты, они все-таки очень любят себя, и это вполне нормально, каждый человек себя любит, даже не только артист. Поэтому мне кажется, что это интересно с точки зрения зафиксировать какой-то свой актерский труд в кино, тем более в таком необычном жанре. Мне кажется, ответ вот прост. Зрители, подключаясь к разговору, вы думаете, будут смотреть длинный мюзикл в интернете? Наоборот, мы не ставили задачу делать длинные мюзиклы у нас. Значит, интернет-мюзикл, что это такое? Интернет, потому что с этим продуктом можно познакомиться в интернете, а мюзикл, потому что главное средство выразительности – вокал и хореография. Также особенно характерные особенности жанра – это 15-20 минут хронометраж и наличие музыкальной драматургии. То есть как раз мы закладывали в законы жанра то, что в интернете никто не будет смотреть там. Ну, нет, конечно, я знаю примеры, когда, забыл название фильма, там 40-минутный фильм и достаточно большое количество просмотров, но, наверное, это какие-то единичные такие очень счастливые случаи. А мы думали об этом, поэтому у нас формат первого мюзикла – 17 минут, даже можно сказать 15, формат второго будет 20-23 минуты. Даша, Кристина, к вам вопрос. Интернет многих людей в нашей стране сделал по-настоящему знаменитыми. У вас было такое, когда опубликовали на Ютьюбе мюзикл, и вот началось, я не знаю, какое-то сарафанное радио, ссылки, репосты, и вам звонят и вас узнают? Так как это мюзикл, то он короткий в интернете, да? Сразу определить, что это мой стиль, надо знать мое творчество. Мне было очень приятно работать именно с Сережей, с режиссером, когда есть задачи, и он говорит об этом, и что приятно, это все его музыка, то есть мы это обсуждаем. А вот узнают или нет, вы знаете, это уже судить зрителям. То есть если они знают мое творчество, значит, и узнают мою хореографию. — Давайте ближе к творчеству. Вокальный номер сейчас хочется попросить исполнить из первого или из второго мюзикла. — Сейчас было бы здорово, так как все-таки это более актуально, попросить исполнить номер из интернет-мюзикла «Пассажир», уже из второго, Никиту Турова, замечательного артиста из Свердловской мускомедии, моего однокурсника и просто замечательного друга, исполнить вот музыкальный номер «Мой дом». — Никита, можно вас пригласить на нашу импровизированную сцену? Пока Никита идет, в двух словах роль Никиты, и я знаю, что по мотивам произведения Лермонтова что это? — Вкратце расскажу, значит, структура второго интернет-мюзикла отличается от первой тем, что в основе второго у нас четыре новеллы, каждая из которых написана по тому или иному стихотворению Лермонтова. И как раз сейчас вашему вниманию прозвучит новелла под названием «Мой дом», где главный герой Никита выступает в качестве бродяги, который живет в своем придуманном лучезарном мире, а в конце концов оказывается у пустого корыта. — Никита, в сравнении с профессиональным театром, как вам было играть, петь, работать, танцевать в интернет-мюзикле? — Неплохо. — Неплохо. — Пойдет. — Ну, спойте нам уже. — Неплохо. Мой дом везде, где есть небес. Песный свод, где только слышны звуки песен. Все, в чем есть искра, жизнь в нем живет, но для поэта, но для поэта, но для поэта, он не тесен. Далекий путь, который измеряет жилец невзором, жилец невзором, жилец невзором, а душой. Есть чувство правды в сердце человека, святое вечности зерно. Пространство без границ в течение века объемлет в краткий миг. Оно! Здесь эпохальный танец сейчас происходит. Я его даже танцую в голове прямо сейчас. Неплохо танцую. И всемогущий мой прекрасный дом для чувства этого построен. И осужден страдать я долго в нем. И в нем лишь буду я с покоем. Спасибо большое. Жалко, что эпохального танца не видели. Не уходите далеко от микрофона. Во-первых, зрители задают вопросы. А это стихи Лермонтова? Не признали зрителей. Там классная музыка и классные стихи Лермонтова. Про музыку, кстати, тоже пишут. Это ретро-стиль, вам не кажется? Совершенно верно. У нас четыре новеллы, и каждая решена в разном стиле. Вот это стиль Бродвей ретро. Вторая новелла, там есть «Одиночество», это «Модерн». Третья, это у нас такой, ближе даже к оперному, наверное. Четвертый – «Эпоп». Совершенно верно. Как и с первым мюзиклом, все съемки проходили в Екатеринбурге. Не совсем. На этот раз география расширилась до Первоуральска и Березовского. То есть Свердловская область. Понятно. Потребовала фактура, натура, новые потребовались... Да, вот Николай нам тоже может рассказать. Да, Николай, подключайтесь, расскажите. Да, у нас одна из съемок проходила на стиле Европа-Азия. Была самая массовая съемка в этом мюзикле. Было очень классно. А массовая – это сколько человек? Порядка 30 человек. 30 человек, да. А вторая выездная съемка у нас была в месте, называемом «Пески», около Березовского. Там большая поляна из песка и как раз подходила под наши задачи. Вот так. А вот эта новелла, Никит, твоя партия, она как снималась, где снималась? Ну вот средняя ее часть писалась вот в этих песках, о которых то, что сказали. А, как сказать, первая и конечная, они снимались где-то было, Сережа? Это «Зеленая роща» рядом с «Творцом спорта». Вот там вот, да, да, да. Ну для тебя, как артиста, это больше, ну вот, скорее история про кино, чем про театр? То есть тут нужны крупные планы, тут нужна какая-то мимика? Не могу сказать, не могу точно ответить, потому что, ну, как бы это был мой первый опыт. Я еще как бы не до конца понял, чем отличается кино от театра. Ну, как сказать, мозгом-то я понимаю, а по сути как бы играешь и играешь. То есть есть, конечно, разница того, что ты выходишь на сцене и там играешь, и того, что мы делали с Сережей Николаем. Но, как бы, не дайте вот сейчас точного такого описания, в чем разница. Есть где-то рядом. Спасибо большое. Можно пока... Можно я взял? Да, предложить тебе вернуться на стоп в танцы. Зрители предлагают, спрашивают, а есть ли пригласить звезду? Ну вот есть вариант Анастасию Бакову поет хорошо и известная. Можно отца, да. Денис, насколько важно... Твоего? Твоего. А, моего? Вообще отца. Насколько важна звезда? Смотря для чего. Понятно, что, наверное, в интересах мюзикла пригласить Пантыкина старшего было бы как-то неправильно. Хотя, ты знаешь, вот какой-нибудь эпизодической роли можно было бы и, как делал всегда там с легким паром, то режиссер всегда появлялся там. Всегда. Такие моменты хороши. Но если мы говорим про продвижение и для того, чтобы набрать 10 миллионов или миллион или 100 тысяч хотя бы, то, конечно, там можно соблюсти ряд каких-то правил. И в частности, в одном из правил есть, конечно, там звезды. Ну там есть, например, набор, как, я не знаю, видео становится вирусным. Ну, это и так понятно. Звезда, селебрити, это обнаженное тело, эротизм какой-то, это смех, это, ну, какой-то юмор, это сцены, связанные с испугом или с какой-то эмоцией. Котики, что-то милое, то, что, да, пересылают. Первый же фильм, кота-мюзикл. Обязательно, мимимишный мюзикл. Использовать это, мне кажется, это прямо, вот это чисто, чисто, чисто интернетовские использования, чисто интернет. Если вот говорить про интернет, например, мюзикл, это уже второй вопрос. Это уже как, как уже сеять, это уже второй этап. Это уже продвижение. Но, но использовать вот интернет-мемы, тогда это было бы уже действительно прямо вот Это интернет, то есть это, знаешь, как символ интернета. Очень органично бы она вошла в интернет-пространство. Да, да. А тут пошли котики. Давайте посмотрим. Поющих. Поющие котики. Поющие котики. Кэтс, недаром же он нас так управляет. Слушай, а почему вы не сняете интернет-мюзикл «Котики» против собачек? А Кэтс в интернет-варианте на Ютьюбе могли бы собирать 10 миллионов? Как то видео, которое мы посмотрим сегодня еще? Я не могу сказать. Там просто люди, перекрашенные в котиков, мне кажется, девочкам и школьникам это не очень интересно. Были какие-то мировые аналоги, на которые, собственно, ориентировались, когда делали первый мюзикл? Значит, естественно, перед тем, как сделать, извините, таким немножко сленговым языком скажу, заяву, что первый в России интернет-мюзикл, мы, естественно, стали мониторить все видеопорталы, искать что-то, смотреть, и наткнулись, в принципе, на несколько западных прототипов. Первый – это сайта collegehumor.com, если не ошибаюсь, американский, там website story. Но мы сразу нашли отличие между нашим мюзиком и их. У нас авторская музыка полностью, у них сборная солянка из известных бродвейских мюзиклов. То есть сразу как бы немножко, значит, это не из нашей сферы. Да, у них в съемках участвовало максимум 10 человек, у нас 100. Ну, в смысле, в кадре, ну, 35. Да, ну ладно, вот, 35, то есть тоже немножко другой уровень. Ну, не то чтобы другой уровень, а, ну, так скажем, другой совершенно проект. Еще был, я нашел мюзикл про какого-то доктора, который ведет свой музыкальный блог. Такой как бы художественный интернет-сериал музыкальный. Но, забыл, доктор, не буду врать, не помню. Но это тоже, в принципе, немного другой формат. В России мы, к сожалению, ничего такого не нашли. И очень, кстати, надеялись, когда еще занимались первым проектом, что, может быть, кто-нибудь из других городов, особенно из наших столиц, захочет сделать что-то подобное. Но, возможно, мы с Николаем, как никто другой, понимаем, что это очень сложно. Это очень-очень сложный такой процесс, и... Продолжителей пока не появилось. Да, к сожалению. А может быть, к счастью. О том, как странно отреагировала на первый в России интернет-мюзикл, поговорим через буквально полторы минутки. Я предлагаю посмотреть короткую нарезку. Это Кэппури из первого в стране интернет-мюзикла «Живем один раз». Ты прекрасна, как всегда, твои глаза. Эх, твои глаза, а брови, губы этот нос, который для меня как трос. В жизни бывает, любовь покидает тебя, тебя. Мир не интересен, и сам ты не весел. Судьба! Зачем эти проблемы в отношении полом? У меня вот в жизни все просто и понятно. Никто мне не мешает, не выносит мозгов. Да и одному, если честно, не скучно вовсе. Не молчи, я знаю, что любишь. Я знаю, ты любишь. И вдвоем мы будем всегда. Жизнь полным ходом мчится вперед. Кто потерял, тот скоро найдет. Главное знать, что ты как есть. Вы как есть. Не убивать, не горевать. Руки не опускать. А полной груди ужить. А полной груди ужить. А полной груди ужить. Валентина, а можешь сейчас повторить? Нет, спасибо. Нет, не повторяется. Такое никогда не повторяется. Я потом огреб за эти гримасы от компетентных лиц. Посылай ко мне. Лиц актерской среды. А как нужно было делать? Покажать. Мы можем поговорить об этом. Показывать я не буду. Это уже точно за деньги. Я четыре года учился показывать. Теперь за это зарплату получаю. Как гуру в области интернет-контента. Скажи, вот это похоже на видео, которое будет успешно жить в интернете, собирать лайки, репосты, просмотры. Ты сейчас видел выжимки первого мюзикла. Всего хронометраж 17 минут, сразу скажем. Да нет, по-моему, там основной контент 13 минут, там еще титры. 14,59. 14,15. Ну, я могу сказать так. Количество просмотров будет зависеть от количества денег. Это везде на самом деле. Это в этом есть секрет. Основной секрет в том, какое количество просмотров есть у видео, зависит от того, какое количество денег туда вколотили. Либо, либо, есть еще второй вариант. Это когда есть ресурсы информационные, которые можно, например, это запулить без денег. То есть это уже какой-то социальный капитал. У меня есть социальный капитал, у меня есть знакомый блогер, который там 100-тысячник. И его пост посмотрит, там, я не знаю, 30 тысяч человек. Или у меня есть заход на Е1, который я могу разместить туда видео. То есть я не за деньги, а делаю через социальный капитал. То есть не звезд, не Филиппа Киркурова, не Настю Бакова, а блогера 100-тысячника. Блогер, блогер. Там есть много инструментов, но по поводу Бакова и других звезд, это говорит только о вирусном эффекте. То есть это означает, что если человек посмотрел этот ролик, то насколько большая вероятность, что он перешлет с другому человеку. Что вообще делает мюзикл интернетным, если так можно сказать? Зрители спрашивают, в чем тут вся интернетность в том, что видео в сеть залили и поют, как в 70-е годы 20-го века? Прямо уловили четко эпоху. Это не так уж и плохо, как в 70-е годы. Нет, а в чем интернетность? Я могу сказать, в чем, мне кажется, она могла бы быть. В чем она могла бы быть и как она действительно может развиваться в интернете. Интернет, он сам по себе интерактивен и рассчитан на обратную связь. Есть такие, уже и романы пишутся, когда люди участвуют в написании, в создании. Это первый момент. То есть влияние людей и вовлечение их в процесс каким-то образом создания. Либо, например, мы говорим… Ну, интерактив тот самый. Интерактив на уровне создания. То есть, например, мы говорим, так, значит, у нас главный герой в конце, что он должен сделать? И люди могут там голосовать, предлагать и так далее. Ну вот давай посмотрим тот самый пример, когда 10 миллионов просмотров. Да, это немножко другое. Это немножко другое. Это уже интерактив, когда люди разбивают на разные куски. То есть для интернета, мне кажется, конечно, 15 минут – это многовато. То, что вот сейчас второй мюзикл, он состоит из новеллы, это классно. Потому что можно было бы продвигать отдельно новеллы. Новеллы разрезать? Да. Как клипы. И отдельно полный ролик. Это правильнее, это логичнее. И как это можно дальше интегрировать, это действительно… Ну это уже другой, это уже другой абсолютно мюзикл. Это когда идет интерактив на уровне выбора, что дальше будет происходить. Снимаются разные сценарии, есть примеры. Я, к сожалению, не нашел примера, связанного с театром. Потому что есть и там кино прям такое интерактивное. Ну вот сериал про зомби, отлично. Да, если можно, мы сейчас посмотрим фрагментик. Причем самое, что интересно, это реклама. Это реклама пиццы. И у нее, пожалуйста, 10 миллионов. Да. Это начало. Ну три минуты, я еще. Это реклама. Да, это реклама в виде фильма. Обязательно такая, как бы, фигуристая девочка. Ну вот, собственно, возвращаясь к тому мастхэву, что должно быть непременно. Да, да. Женщина там может… Вот, Хелл Пицца. Это реклама Хелл Пицца. Может быть, весь фокус в темах? Ну то есть, достаточно взять тему зомби и снять зомби-мюзикл, первый в России, и 10 миллионов какой-то рекламы на Ютубе гарантирует. Нет, 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 тут, конечно, тут вопрос о творчестве сразу возникает. Ну как можно вообще зомби пустить мюзикл? Конечно, нет. То есть, это просто грубые приемы, сделанные довольно качественно. Тут есть цель, которая решается. У нас все-таки немного другая цель. У нас все-таки одна из сверхзадач проекта была популяризация жанра. Потому что даже вот у нас на Ютубе есть такой комментарий, написанный «Ничего не понимаю в мюзиклах, но понравилось от души». Следовательно, человек открыл для себя, так скажем, этот жанр. И, возможно, даже придет в наш славный театр «Мускамеи», посмотрит спектакль. Ну, условно говоря, да. То есть, грубо говоря, знакомство с жанром. Для тех, кто в театр не ходит, для тех, кто… Да, это одна из задач первого проекта. Интерактивность в чем была вот этого ролика? Мы здесь в итоге не досмотрели, и, наверное, так и не получилось бы это сделать, когда в конце главный герой, то есть там он состоит из нескольких небольших кусочков, примерно по три минуты, и в конце дают возможность выбрать, что дальше произойдет. Человек выбирает, и если он выбирает неправильно, то главный герой умирает. Или там что-то происходит с ним, какие-нибудь несчастья. И основная задача – это пройти у него как мини-игра. Но это и говорит о том, то есть это можно сделать только в интернете. В этом-то и есть интернетность вот этого мини-фильма. Это четкие критерии его интернетности. Это вот первый. То есть, второе. То есть, у него пользователя можно подключить вот… Я сам лично сижу, и я сам выбираю, что дальше произойдет. И вот сейчас должен быть выбор. Вот здесь идет выбор. То есть, пустить его в машину или не пустить. Вот я не знаю, будет показано или нет. Все, и вот тут он, да, вот здесь возникает выбор. Человек может выбрать, что дальше произойдет с ним. Это вот второй момент, как можно интерактивность добавить непосредственно в интернетовское видео. Ну, то есть, применительно, например, я не знаю, к «Живем один раз» – это что могло быть? Бросит она его, не бросит? Это нужно менять, конечно, всю… Нужно менять всю канву. Есть еще момент, что можно было бы сделать. Если говорить про включение в интернет, опять-таки, обратная связь – это очень классно. Это заводить под главных героев отдельные странички. Так, чтобы они, как герои, в интернете существовали. И с ними можно было… Их можно прокачивать, на них можно там… Они могут общаться с людьми, там появляются фанаты и так далее. То есть, это взаимодействие, это создание, как бы, контента уже интернетовского вокруг ролика. И накачивание просмотров и других там… Сделать постеры, отдельно связанные вот с этими мюзиклами, которые же дальше живут уже в интернете. Вот это третий момент. Ну, понятно. А основное оружие мюзикла – танцы и песни. Они должны стать прямо гимнами, они должны стать, ну, как, любимыми песнями. Как, по-моему, как раз из «Кэтс» есть очень известная что-то там «In Memory». То есть, она встает отдельным хитом. Они становятся, вырезаются, как отдельные песни и становятся хитом. То есть, есть мюзикл… И тянет за собой весь мюзикл. Есть лайка о том, что когда Эндр Лоид Вебер писал «Кэтс», он написал, и продюсеры сказали, что нет хита. И тогда Вебер написал «Мэмори». Надо, сказали, значит, сделаем. Нужно котики. Кристина, давайте про хореографию поговорим. Ну, вот, может быть, мы сперва ее посмотрим, да, несколько элементов, а потом вы расскажете особенности, как ставить танцы в интернет-мюзикле. С удовольствием. Да, когда все снимается на плотинке, в парках, улицах. Да. Спасибо. 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 Кристина, спасибо большое. А теперь расскажи, пожалуйста, как все то же самое проделать, во-первых, на улице, где, я не знаю, не пойми какой асфальт, где лестницы, вы и на плотинке танцуете, и в парках, и в скверах, и на тромбайных остановках, и где только вы не танцевали. Репетировали мы на разных площадках. Это учебный театр, это и синх. Ну, а смысл-то репетировать, ну, вот в классических пространствах, когда потом ты выходишь на улицу, где, ну, совсем все не так. Вы знаете, все любят танцевать, и у людей, неважно, это асфальт, в чем даже, на каблуках или в кроссовках, поэтому многие приходили с желанием, чтобы попробовать прикоснуться к этому, к этой хореографии, сделать это вместе. К хореографии. К святой хореографии мюзикла, интернет-мюзикл. Очень был интересный процесс, результат, он есть, да, уже есть, и, вы знаете, сложностей таких не было, может быть, только погода, если дождь, или даже и дождь нам не помешал. Ну, вот хотелось бы, Кристинки, к Кристинским словам добавить, что мы изначально говорили ребятам о том, что у них будет процесс адаптации к локации, на которой будут происходить съемки. То есть мы, естественно, говорили о том, что сейчас у вас есть то необходимое для изучения хореографии репетиционное время, которое поможет вам не потеряться в других, более бытовых, простых, уличных, в обычной бытовой ситуации. Поэтому просто мы с Кристиной, и вот с Дарьей Большаковой, которая выступила у нас не только как участница второго проекта, но и как и репетитор по танцам. Вот, поэтому мы старались изначально говорить ребятам об этом, потому что уже после первого проекта у нас были сложности на первом проекте, когда после того, как исчезают четыре стены, выходим, значит, небо голубое над нами, солнышко светит в лучшем случае, в лучшем случае там плюс 10 и серо, и немного иногда терялись. Но, когда снимаешь сцену часов восемь, начинаешь просто привыкать и уже не обращаешь внимания на внешние раздражители. У нас был один спешной случай, могу рассказать. Рассказать. Дворец пионеров, значит, парк дворца пионеров. Снимаем сцену с Антоном Судеевым из первого мюзикла. И, значит, там такая сцена, что вот мы сегодня ее могли как раз наблюдать, что вот наблюдать на этого толстячка все наступают, все его там атакуют, значит, и так далее. И проходила мимо какая-то бабушка, которая остановилась, очень внимательно на это долго смотрела, а потом так плюнула. Уй, бесовство тут развели, сказала она, и ушла. Ну вот так хлопнув дверь фактически. Вот так-то, хотя я не знаю, какое там бесовство, у нас такой легкий сюжетец. Я думала, она вступилась за него, что вы издеваетесь? Было бы круто, она бы сказала, Антон, пошли домой. Было бы здорово. А есть возможность мысли как-то прохожих, простых горожан делать соучастниками этого действия? А мы этим вообще уже занимаемся три года. Конечно, мы всех горожан приглашаем. Вот у нас актеров массовых сцен на этом проекте человек 70-70 человек, наверное. Как раз где вот ваш редактор тоже там есть. Она же у нас горожанин? Горожанин. Все, вот она у нас тоже есть. Ну понятно. Хочется песню еще послушать. Еще один вокальный номер. Из первого мюзикла, из первого в России интернет-мюзикла, Валентин... Музыка 70-х. Да, слова 80-х исполняют парни 90-х. Это как в КВНе было. Да. Давайте исполняем. И девушка. Валентин, возьмите все в свои руки. Пожалуйста. Так. Спасибо. Как прекрасен мир вокруг, Не печалься, милый друг. Я смотрю в твои глаза и хочу тебе сказать, Что в жизни так много чудесных мгновений. Живем один раз, И целый мир в твоих руках, Если ты сам поверишь в это, Сбудутся все мечты, Если хочешь ты. И целый мир в твоих руках, Если душа твоя открыта, Просто дыши и знай, Как прекрасна эта жизнь. Вспахни свое окно, Ведь тебе пора давно, Сердце для любви открыть, И печали позабыть. Ведь жизни так много чудесных мгновений, Живем один раз, И целый мир в твоих руках, Если ты сам поверишь в это, Сбудутся все мечты, Если хочешь ты. И целый мир в твоих руках, Если душа твоя открыта, Просто дыши и знай, Как прекрасна эта жизнь. Живем один раз, Живем один раз. Живем один раз, Живем один раз. Здесь обычно все танцуют, Тут и похоришь Харинский. Да. И хлопают. И целый мир в твоих руках Если ты сам поверишь в это Сбудутся все мечты Если хочешь ты И целый мир в твоих руках Если душа твоя открыта Просто дыши и знай Как прекрасна эта жизнь Живем один раз Живем один раз Живем один раз Живем один раз Это жизнь Браво! Спасибо большое! Денис, ну вот разве недостаточно для успешного существования в интернете просто хорошей музыки? Хорошей музыки, красивого вокала? Так много в интернете Что люди уже давно утонули в нем И вот выбрать Там во всем этом количество информации очень сложно И как вот достучаться до этих сердец Вот это в этом же вопрос Где найти эту аудиторию свою Чтобы она именно смотрела Пересылала своим друзьям Вот в этом вопрос Вот мне просто хотелось бы Я совершенно согласен с Денисом Я бы хотел еще добавить Что мне кажется Что все-таки Так как этот жанр Который вот мы придумали Придумали его законы И стали в нем творить Мне кажется Что все-таки Должен пройти некий этап Осознания Ну не то чтобы у людей А грубо говоря Я думаю Что все самое интересное У этого жанра еще впереди Потому что И мы взрослеем Вместе с нашим Вот вторым проектом Да сейчас уже как бы Уровень Уже из точки зрения съемок И правильно Оксанты заметила И уже грубо говоря Появляется актер Более другого эшелона Да И тяжелее пропасть Уже было во второй проект То есть я к чему клоню Возможно Все-таки должен пройти Как Ничего с бухты барахты И это только ясь Наверное может так взять И сразу Что за законы Ты говоришь Вот изобрели законы Что за законы И Николай Подключайтесь к разговору Какие это законы Ну вот По большому счету Процесс как в кино Да Постпродакшн Переозвучка Мы просто не стесняемся Назвать этот продукт Интернет Потому что в любом случае Все эти видео Оказываются рано или поздно В интернете Вот и все Но с таким успехом Любой продукт Можно назвать интернет Потому что он в любом случае Рано или поздно Там окажется Мы соблюдаем хронометраж Который самый смотриблен То есть если мы бы снимали 40-минутные мюзиклы Я думаю Что бы не было смысла Назвать его интернет Если Не знаю Силиконовую дуру Выложить в интернет Это станет интернет-мюзикл? Нет Силиконовая дура в интернете При всем уважении А вот силиконовая дура Точка.ру Возможно Возможно Стоит интернет Николай А все волшебные киношные штуки Монтаж Тот самый волшебный Он может скрыть Какие-то недостатки Ну вот я не знаю На съемках Ну во-первых Вообще Играть могут одни А петь могут другие Какая разница Кто открывает рот Ну вот по большому счету Да? На самом деле Разница есть Потому что заметно Когда человек не поет Или не умеет петь Это чувствуется И люди могут заметить эту фальшь И сказать Что это за фигня Почему Мне кажется Что этот человек не поет На самом деле А поет тот другой Играют и поют Одни и те же И в озвучке Актеры потом Собственно принимают участие Как это все Вы собираетесь монетизировать Спрашивает Алла Татарова Есть какие-то варианты Как зарабатывать на этом? Алла Позвоните мне Я вам расскажу Вы думаете Алла Спонсор Или потенциальный рекламный Давайте устроим голосование Как на этом можно Как на этом можно Заработать денег Во-первых Конечно Запатентовать Интернет мюзикл Но это не запатентует Потому что там присутствуют Значит два Общие употребимые слова Интернеты Только дефис Могут запатентовать Этого названия А че Да Ну на самом деле Все очень просто Это заказной вариант Это единственный Когда можно Грубо говоря Заработать на этом проекте Ну вот смотрите А вот мы сейчас смотрим Живем один раз А там Хаят где-то Да-да-да Не исключен такой вариант То есть я предполагаю Что возможно Когда у наших Последующих проектов Дай бог Если мы будем правильно Вкладывать Как правильно сказал Денис Что чудес без денег Не бывает И мы это уже поняли И второй проект Должен исправить Наш недочет В первом Главный недочет В первом Даже несмотря на то Что и по продакшену Тоже у нас Как у авторов Как у создателей Тоже есть вопросы Мы конечно же Хотим На втором проекте Подойти более тщательно К пиару И конечно уже Непосредственно свои Финансы Вкладывать в раскрутку То есть появляется Некий бренд Который потом Может нам помогать Творить Уже Делать какие-то Бюджетные мюзиклы На заказ Или может быть Даже вот рекламу Липтона Вообще странно Что не мы сняли Очень на нас похоже Вот С Хью Джекманом Главная роль Почему нет Маша Виненкова Первая ступенька Хью Джекмана Собственно Совершенно верно Зрители пишут Вот еще один совет И вариант Может быть на английский Перевести Музыка сладкая В Индии понравится Манера как раз их На английский Или на индийский Ну а в Индии То говорят На английский Переведен уже Live Ons Он называется Internet Musical Live Ons Валяется в Ютюбе Можно посмотреть Субтитры А на английском Как набирает просмотр Вот с субтитрами Если не ошибаюсь Так и набирает Да Live Ons Internet Musical Сколько там уже просмотров Вот смотрите У нас На обычном Отечественном Ютюбе В Рунете Мюзикл собрал 13 тысяч С чем-то 13 570 Вы проверяете Каждый день Нет Нет Я каждый человек На счету Каждый человек На самом деле Я не знаю Может Денис Со мной не согласится Но мне кажется Что в принципе Если у нас так такового Пиара то не было Наверное это даже Неплохие результаты Это неплохой результат Неплохие результаты Так сказать Через Через свои каналы Продвинуть Нормально У нас еще на Вимео 5500 просмотров Да Надо еще учитывать То что Наверняка размещено Было не только в Ютюбе Там еще другие ресурсы Вконтакте Да В Фейсбук Залили Соответственно Они набирают Совместно Они же не считаются Только в Ютюбе Они считаются Во всех других Еще источниках Нас складывать Прошу прощения Что перебил Две телевизионные премьеры А также участие 5-6 у нас Кинофестивалей было Там были публичные Показы Это там Тоже какое-то Количество просмотров Ну я не знаю Я не буду суммировать Но По крайней мере Может быть даже И для первого проекта Как для эксперимента Правильно как сказал Валя Может быть это даже неплохо Как некий Стендап Старт 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 Ап Вот Ну а комментарии То что Под просмотрами Вот те самые оценки И рецензии Валентин Вы читали? Я не читаю принципиально Принципиально Так Ну а вдруг там что-то хорошее А вдруг какие-то советы Валя Валя Женись на мне Я рожу у тебя детей Там Это хорошее Оно само как-то Доходит Долетает Мне кажется Что Валя По глухим телефончиком Валя просто скромничает Он очень много положительных Он И Антон И Валя У них какая ситуация Вот мне когда люди Что-то говорят Про проект Сейчас вот скажу правду Кто-то говорит Что Антон Вот этот такой вот Фактурный Молодой человек Да Сразу вызывает Негативную эмоцию Кто-то говорит наоборот И точно такая же ситуация С Валентином То есть нет Вот чтобы вот все просто сказали Что вот Валя красавец Там или еще что-то То есть люди делятся На эти две категории А как говорил еще Вокал 70-х годов Отвратительный Поэтому я думаю Это хорошо Противоположности Это классно У Аллы Если что нет вариантов Монетизации Мюзикла Никит Возьми микрофон Пожалуйста У Кристины И расскажи Для тебя Что важно Вот в Вот в этой интернет работе В интернет мюзикле Ты какую Ждешь реакцию На какой я не знаю Резонанс может быть Рассчитываешь Что тебе интересно Вот в этом формате Сережа Верни мне паспорт Да это мы всегда шутили С Сергеем Фатыкиным Что когда он вернет Наши паспорта Мы закончим съемки Что мне было интересно Мне был интересен Сам опыт съемок Фильма Кино То есть видеокамеры Я никогда с этим Не сталкивался ранее А по сути Ну как это произошло Это произошло Сережа позвонил Мне говорит Здравствуй сударь Никита Я сказал здравствуй Сударь режиссер Что вы желаете от меня Он сказал Желаю участия съемок В новом интернет мюзикле Значит пассажиры И прочее Бла-бла-бла И в общем пойдем Ну нельзя же отказывать Он же режиссер Я же актер Ну вот как бы я сказал Да Хорошо Все сделаем И вот собственно За сколько За три За два За два дня мы все сняли Да За Ну не учитывая Как бы За выходные получается За выходные То есть не учитывая Время которое ушло На выучивание На репетиции Тут же тоже как бы Процесс-то такой же Как и на Бродвее Грубо говоря То есть ты не имеешь права Прийти неподготовленным Если пришел неподготовленным Ну все Ты порушил весь день Ты порушил планы Следующих съемочных дней Потому что это план Как бы очень жесткий Там все прям суммировано А вдруг погода А вдруг что Ну как бы вот Такой процесс Что мне было интересно Мне было интересно Познакомиться с Николаем Я впервые узнал Такую профессию Как оператор Ну в смысле что Близко Так-то я знал Что есть люди Которые камеры держат Как бы Я догадывался Догадывался Как они живые Да А теперь вот как бы Узнал Что некоторых из них Еще Николай зовут Как бы Ручкался с этим человеком Узнал брата Колю Да Как бы интересно Сейчас у пассажиров Закончен Какая остановка Сейчас у пассажиров Съемочный этап Завершен Нет На самом деле Остался один съемочный день Он у нас состоится В это воскресенье Можно пригласить Сейчас зрителей Или нет Может быть Нужна ли массовка Нужна ли массовка Нет К сожалению Несмотря на то Что бы есть Замечательная возможность Была бы замечательная возможность Пригласить Наших горожан Но К сожалению Вот у нас будет Будет съемка, кстати, будет очень интересная съемка. Будем снимать на мосту наш главный герой, суицидник. Как и подобает поэзии Лермонтова, будет стоять на мосту. На каком мосту? Секрет. На одном из мосту города Екатеринбурга. И еще у нас есть, будем это тоже снимать в воскресенье, тот же самый главный герой. У нас будет в окружении детей зомби, кстати. И зомби, и дети сразу, тут и ми-ми-ми, и ужасы. Да, сначала зомби, а потом главный герой лежит среди котиков. Но это мы будем снимать уже через одно воскресенье. Да, через одно воскресенье, и горожан мы туда обязательно пригласим, чтобы они притащили своих домочадцев. Когда все это можно будет увидеть в сети? Во-первых, давайте скажем телезрителям, что уже сейчас можно на Ютьюбе как минимум найти первый интернет-мюзикл. Достаточно забить в поисковой строке. Интернет-мюзикл. Интернет-мюзикл, и все, вариантов тут нет. У нас был один вариант, в Питере есть интернет-мюзикл, вот о чем как раз Денис говорил, что каждый из разных уголков страны, или вот сидя за своим компьютером, как-то участвует в проекте. Вот и был такой интернет-мюзикл, но он был совершенно другой, и ничего общего с интернет-мюзиклом не имеет. Я не знаю почему. С интернет-мюзиклом, наверное, да, не имеет. Да. С интернетом? С интернетом имеет. Мюзикл все-таки это особый жанр, к которому я очень крепко отношусь. Вот, и сейчас, да, мы единственный интернет-мюзикл, у нас сразу там видно. А что касается второго мюзикла «Пассажиров», что касается Лермонтова, это все когда появится в сети? 2014 год, год Лермонтова, ну, 200 лет со дня рождения поэта. Выход второго интернет-мюзикла в России «Пассажир» запланирован на февраль 2014 года. То есть это такая приуроченная акция, приуроченный мюзикл? Да, да. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам, рассказали о новом жанре интернет-мюзикла. Всегда, пожалуйста, в любое время, можно потанцевать сейчас. Кристина, покажите нам несколько движений. В любое время дня-ночи интернет-мюзикл доступен на Ютьюбе. Вот, отлично. Спасибо вам большое, спасибо, увидимся на канале ЕТВ. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok